ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Дайте, как помогает. Прям класс. А, слушайте, а телефон как мерзнет в кармане. В общем, сегодня как раз и поговорим о том, что на улице холодно и как бороться с морозом. Предлагаем такую негласную тему параллельно с той, которая будет сегодня главенствовать в эфире. Надеемся, что вы не замерзнете в нашей теплой и уютной компании. Начнем наш эфир с новостей. Их представит Анна Антонова. Расскажет, как утерли нос опытным автолюбителям юные учащиеся автошколы. Все это в выпуске новостей, после которого мы будем вместе с вами. Выходим в прямом эфире, поэтому писать и звоните нам обязательно. Какой комплекс упражнений поможет привести в форму самые проблемные зоны? Какое кино стоит посмотреть на нашем канале? И зачем люди купаются в проруби? Из услышанного ранее можно сделать вывод, что программа сегодня будет максимально продуктивной. Это программа Автопилот. Доброе утро. Мы рады приветствовать всех тех, кто просыпается, да и тех, кто не ложился спать, еще вовсе тоже приветствуем. Мы выходим только в прямом эфире, значит, писать смс-сообщение, заходить на нашу страничку ВКонтакте, оставлять там комментарии, а также звонить нам в прямой эфир. И эта задача не просто максимум, а вот просто номер один. Да, вы обязаны это делать. Друзья, сегодня вторник, сегодня 17-е уже на минуточку, января. День добрый, хороший, морозный, можно сказать, местами снежный, что добавляет сказки в наше настроение. И так хочется вас спросить, вы начали-то жить заново с Нового года или с понедельника? Изменилось в вашей жизни что-нибудь? Если еще нет, то не упустите возможность сделать это именно сегодня. Тем более, что первая рубрика в нашей программе, рубрика «Двигайся» и хотя бы с зарядки свой день начинать, вы просто обязаны в Новом году. Да, тем более, что мы будем сейчас говорить про проблемные зоны, а у некоторых они все-таки имеются. А у некоторых одна сплошная проблемная зона. Как с ней бороться и как сделать свое тело идеальным, узнаем у Даны Риги. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Двигайся» и с вами я, ее ведущая Дана Рига. Сегодня на нашу электронную почту поступил вопрос от Анны. Анна просит показать незатейливый комплекс упражнений на ноги, который можно выполнять с дома. И начнем мы наш комплекс с разминки. Это будет обычная скакалка. Если у вас нет скакалки и вы не хотите ее покупать, то можно просто имитировать прыжки со скакалкой, как будто она у вас есть в руках на самом деле. Высоко не подпрыгиваем, не создаем нагрузку на суставы дополнительную. Прыгаем легко в течение одной минуты. Теперь переходим непосредственно к упражнениям. Нам для этого понадобится коврик. Все упражнения мы будем выполнять на нем. Исходная позиция. Мы стоим на коленях и руки уперты в пол. Первое упражнение – это махи прямыми ногами. На каждую ногу мы делаем по 15 раз в небольшой амплитуде. В конце каждого 15-го раза мы останавливаем ногу и держим 10 секунд. То же самое мы делаем и с другой ногой. И в конце паузы после 15-ти повторений 10 секунд. Следующее упражнение из этого же положения мы делаем махи, но уже согнутой ногой. Сильнее акцентируя нагрузку на ягодичные мышцы. И точно так же в конце 15-го повторения мы фиксируем ногу на верхней точке и держим 10 секунд, испытывая максимальное напряжение. То же самое мы делаем и на другую ногу. Сразу, без всякого отдыха, мы переходим к следующему упражнению. Это махи с согнутой ногой в сторону. Точно так же по 15 повторений. В конце 15-го повторения мы фиксируем ногу наверху и держим 10 секунд. То же самое мы делаем и на другую ногу. Без всякого отдыха мы переходим к следующему упражнению. Лежа на спине, ягодичный мостик в статике. Это у нас будет завершающее упражнение комплекса. Поднимаем максимально таз вверх и задерживаемся в этом положении от 30 секунд до минуты. Как вам позволяют ваши физические возможности. Это завершающее упражнение на обе ягодичные мышцы. Помните, что в здоровом теле здоровый дух. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. До свидания. Ну, будь уверена, что в здоровом теле здоровый дух и в нем же, в здоровом теле, отличное настроение, потрясающее пищеварение, отсутствие проблемных зон и надежда окружающих, что вы замотивируете их. Идеального человека прямо сейчас описал. Разве с утра можно вот все это в себе сочетать? Послушай, некоторые мечтают вставать пораньше. Кто-то мечтает выглядеть хорошо. Можно, возможно, все. То есть нужно просто ставить перед собой цели и плановенно к ним двигаться. Нет, надо перед собой ставить телевизор. И смотреть нашу программу. Это пилот. И, будь уверен, вы станете по-настоящему суперменом и настоящим красавцем или красавицей. Сейчас о новостях пойдет речь. Те новости, которые волнуют всех и каждого. И мы ждем вашего отклика на эти самые темы. Да. Дело в том, друзья, что в администрации города сообщили о появлении нового автобусного маршрута. Да будет вам известно. В ближайшее время он свяжет торговый центр, всем известный, это Happy Mall и Саратовскую государственную юридическую академию. Маршрут будет проходить через улицу Плодородную и Синный рынок. По каким улицам транспорт будет ехать к СГЮА пока неизвестно. Все это решается. И всего на новом маршруте номер 59, он так будет называться, иметь такой номер, будут работать 30 автобусов большой вместительности. Мне кажется, это решит некоторые вопросы транспортные у многих жителей нашего города. Ну, тем более, что, как я понимаю, если он будет ехать по улице Плодородной, то он будет связывать как раз-таки вот ту часть солнечного поселка, где практически нет ничего, кроме трамвая, которая регулярно простаивает на каких-нибудь остановках по долгу, либо там из-за машины не может нормально проехать. В общем, мы за. Да, спасибо вам, дорогая администрация нашего города. Будем пользоваться. Тем более, если мимо моего дома будет ходить этот маршрут. Почему-то нет. Ну, если у вас какие-то коррективы, предложения, вы пишите к нам в программу, мы все озвучиваем. Возможно, администрация услышит это и прислушается. Не только слышит, но и прислушается. Есть информация, которая не требует никаких корректировок. Это гороскоп. Здесь уж, знаете, как звезды легли, так где не сложится. А правильно прочитать то, что звезды выложили на небе, там какие слова и буквы, может Мария Белат сейчас вам перевод со звездного языка на человеческий. Волшебница она. В каждой стране насчитывается около 6-8 тысяч профессиональных астрологов. Ведущие астрологи мира чаще всего являются докторами наук, академиками и лауреатами различных премий. Доброе утро! С вами самый скромный адепт астрологии. Солнце в знаке Девы, как и вчера, будет оказывать влияние на каждого из нас, особенно в первой половине дня. Мы будем переживать мелочность, склочность во многих вопросах. Переключите свое внимание на наведение порядка в доме, на работе и в своей голове. А теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овин, будьте внимательны ко всему, что вы говорите сегодня. Телец, проявите заботу о тех, кого вы любите. Близнецы, хорошее время для кредитов и крупных покупок. Рак, переменчивость вашего настроения может создать определенные сложности в общении и работе. Лев, избегайте интриг и сплетен, не теряйте на это время. Дева, семейные темы будут в центре вашего внимания. Весы, чем незаметнее сегодня вы будете выражать свою позицию, тем большим сможете добиться. Скорпион, сегодня вы способны создать команду единомышленников и стать ее негласным лидером. Стрелец, ваш авторитет в глазах руководства возрастет и этим можно воспользоваться. Козирог, философские вопросы будут занимать вас в течение дня. Не летайте в облаках, возвращайтесь на землю. Водолей, ваши способности управлять чужими деньгами позволят вам сегодня немного заработать. Рыбы, украсьте ваше рабочее место приятными мелочами и вы поднимите себе настроение. Если вы хотите добиться вершин в профессиональной и личной жизни, присылайте свои вопросы на мою электронную почту, которую вы видите на экране. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. Ну что? Ну что, ну что. Мы движемся дальше и, друзья, печальная новость Сергея звучит. Давай, говори, говори, говори. Ты заслал меня просто врасплох. На самом деле я хотел сплакнуть, да, но не говорить о том, что это прямо печальная новость. Печальная. Сегодня наш ласковый мишка пила вся страна в 80-е годы, а сегодня вся Саратовская область, можно сказать, до свидания, лесная красавица. На театральной площади Саратова начался демонтаж главной новогодней елки области. Разбор уже проходит, ну и проходил, естественно, в несколько этапов. Вначале сняли украшения с многометровой конструкции. Сейчас режешь меня без ножа. Затем вытащили из каркаса сосны и вывезли их. Также на площади демонтируется парк детских аттракционов. Но есть хорошие новости. На месте все-таки остаются ледовый городок и каток. Так что зимняя сказка с площади не уходит. Ну как ты скажешь, не уходит? На контрасте можно не переживать за ее. Это еще когда будет? Тем более, что мороз такие стоят. Сегодня вон какая температура низкая. Ну, в общем, друзья, во-первых, было бы неплохо, если бы вы стали свидетелем как раз-таки этого действия. Ну, а во-вторых, расскажите, вот как вы считаете, должны ли вот сразу, аккурат после Нового года, демонтировать главную красавицу, елочную, елочную лесную красавицу с площади нашего города. Ну, я не могу тебе сказать сразу после праздника. Дело в том, что сегодня уже... Нет, Старый Новый год. Ну, мы же его уже провели, в общем-то, ну и все, и праздники все закончились. Ну, елочка же не может вот как у кота вжуха так вжуха и исчезла. А по местам, я уже не страдаю, уговариваю тебя, да, а ты уже говоришь о том, что не надо было это делать. В общем, друзья, ну, может быть, как-то с этой елкой подружиться? Разрубить? Не, не разрубить, а взять по иголочке, чтобы все горожане хранили до следующего года ее. Ну, либо украшать ее по-другому. Например, скоро крещение. Можно украсить ее сланцами, полотенчиками. Все же в прорубь пойдут купаться, а здесь вот раз тебе. Или, может быть, ее можно к масленице, например, украшать блинами, к Пасхе куличами, к Первому маю транспарантами. Прекратите поток глупостей в эфире. Давайте лучше. Хорошо, я молкаю. Озлучаем того человека, который появится у нас в студии в самые ближайшие часы, минуты. Дело в том, что сегодня День детских изобретений, друзья. Мы всех деток, которые занимаются чем-то очень полезным, изобретают нечто важное. Да, мы вас от всей души поздравляем. И в связи с этим решили затронуть эту тему, изобретается ли что-то у нас в Саратове. Если изобретается, то кем и что? И ради чего. Да, и ради чего. Поэтому будем ждать у нас в гостях очень такого человека, известного в научном мире. Да, у нас в гостях окажется Игорь Станиславович Енилесец, наоборот, Ениленис. Вот. И он руководитель Саратовского научно-образовательного учреждения лаборатории Роскосмос. Поэтому ждем этого замечательного человека, изобретателя. Если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы хотите свое чадо за что-то похвалить, возможно, он дома что-то изобрел. Друзья, тогда смс-портал наш к вашим услугам, номер периодически на телеэкране, звоните в эфир 54 30 30, или группа ВКонтакте, она тоже готова к общению. Кстати, не только по теме, но и не по теме. Например, приветы, поздравления все будут озвучиваться на протяжении двух часов до девяти часов утра. Но вот, кстати, у нас на страничке ВКонтакте, как раз-таки, вот, в свете сегодняшнего праздника, Дня детских открытий, мы решили у вас спросить, ну, не про открытие конкретно, о сколько нам открытий чудных готовит на светлении века, а хотели спросить у вас, что бы вы хотели научиться делать своими руками. Есть несколько вариантов ответов. Всегда хотелось научиться вязать. Тебе бы хотелось научиться вязать? Ну, я тебе скажу больше. Я несколько раз пыталась, но это не мечалось успехом. Но зато я знаю, что такое спица, что такое нить. Крючок? Для вязания. Отличил одно от другого. Окей. Вариант номер два. Шить это очень полезное занятие, особенно в кризис. Да хватит вам, друзья, в кризис. Оно всегда полезно, а не в кризис. Это вообще за бежебабло можно продавать. Хочу научиться готовить вкусные десерты. Последний пункт. Я на все руки мастер. Мне не нужно ничему учиться, пускай учится у меня. Ну и ваш вариант по традиции можете оставить в комментариях под этой самой записью на страничке ВКонтакте. Ну и время идти только вперед. Сережа уже сегодня затрагивал тему проруби, крещения и так далее. Вот решили у детей спросить, зачем люди в прорубь ныряют. И получили очень интересные ответы. Давайте послушаем. Говорят, дети – это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, почему люди купаются в проруби. В проруби? Для меня я не знаю, что такое проруби. Прорубь. Мама мне не говорила. Это сложный вопрос такой. Можно простуду получить летом. А зимой, иногда зимой, наоборот, выздоравливаешь. Чтобы благословить себя. Ну, я видел только, как осенью купаются. Получают в себе веселье. Закаляться. И закаляются. Чтобы быть здоровыми. Потому что зимой иногда бывает, все тает, и снега нет, и можно покупаться. Чтобы быть здоровым. Они, значит, закаленные, любят закаляться, хотят стать сильными. Ведь когда закаляешься, тогда ведь сильным становишься. Так, чтобы не болеть. Для здоровья. Чтобы ему было легче. Чтобы закаляться. Чтобы быть здоровыми. И чтобы не болеть. Потому что летом ведь вода теплая, а не холодная. А зимой-то холодная осенью. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka-saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Это утреннее шоу автопилот на телеканале «Саратова-24». Доброго утра. По-настоящему доброго и полезного утра желаем всем тем, кто вместе с нами встречает этот день. Надо сравняться с Юлей. Да, да, это уж лучше. Дело в том, что он не просто так Сережа употребил слово «полезное» утром. Потому что у нас много рубрик приготовленных для вас, которые помогут сделать жизнь хотя бы сегодня немного проще. Да, и начнем мы с событий и полезных информационных поводов, о которых мы спешим с вами поделиться. Ну, например, хотите услышать свой голос в эфире? Хотите подарить хорошую песню всем своим друзьям и близким? Ну что ж, теперь у вас появилась такая возможность в новой программе «Всем привет» на радио Ваня. Друзья, всю подробную информацию вы можете найти на страничке ВКонтакте. Но, естественно, там есть номер телефона, на который вы можете позвонить и оставить свое сообщение в режиме автоответчика. И, в общем-то, ваш голос прозвучит в прямом эфире этой радиостанции. И, конечно же, друзья, вы можете заказать вашу любимую песню. Ну вот, в общем-то, теперь ваши друзья и близкие точно не останутся без вашего привета. Это самое главное — начать фразу «Всем привет» на радио Ваня и потом произнести имена, фамилии и все пароли и явки. И, в общем-то, все. Нет, а, пожалуй, еще не все. Нужно еще закончить звонок желательно фразой «Спасибо, радио Ваня». Вот такие волшебные слова позволят желанию обязательно сбыться. Итак, принимаются заявки в рубрику «Всем привет» на радио Ваня по телефону 78008, код города 8452. И если вы хотите, чтобы ваш привет услышали в Саратове, в области, ну, в тех городах, в которых вещает радио Ваня, 78008, звоните и оставляйте ваши поздравляшечки. А у меня такая следующая вкусная новость, вкусное событие, друзья. Всех сладкоежек приглашают на мастер-класс «Как выпекать воздушные десерты в обычной микроволновке и как сделать их не только вкусными, но и полезными». Об этом узнают те, кто придут 17 января в 14.00 по адресу Проспект Кирова, 11. Вот тебе раз. Очень хочется попасть туда. И наезды вкусняшек мастер-класса, где есть еда. Ты сейчас так скептически на меня посмотрела, отсылась к рубрике. Нет, я пыталась наладить свое слиноотделение, как представила вкусняшки. Ты к тому, что кто-то называл себя проблемной зоной, что это ты решила отправиться туда? Забудь об этом. Если пища духовная требуется вашему телу и вашему организму, то Родический музей в рамках выставки «Религиозное русское искусство» начинает серию встреч с реставраторами. Так как предметы искусства, выставляемые на экспозициях, прошли уже серьезную реконструкцию, реставрацию музея решили показать, как именно трудится над этим целый отдел, который есть в Родическом музее. Жители нашего города смогут увидеть картины и иконы мастеров живописи и иконописи. Первая встреча пройдет с художником-реставратором Анной Коневцевой. Она расскажет о воссоздании графических листов. И пройдет она 20 января в 18.00 в стенах Родического музея. Естественно. Да, но и движемся дальше. Хочется обо всех событиях рассказать. Уже 21 января начнется четвертый открытый чемпионат области по игре в мафию. Многими эта игра действительно очень любима. Если вы уже давно раскалываете преступников, так называемых, а как орехи, то самое время, друзья, подать заявку и принять участие в этой увлекательной игре. Требования к кандидатам на участие, в общем-то, серьезные. И желателен как минимум год опыта игры. Год? Если, да, имеете год опыта игры, то смело можете надеяться на победу. Да вы что, эта игра популярна уже лет 15. Нет, ну, плотного, плотных тренировок, год плотных тренировок, ежевечерняя тренировка. На моем счету опыт, наверное, года 3-4, но он в такой компании, что лучше, мне кажется, этим не хвастаться. Да, я вот вообще играл раза три, может быть. Серьезно? Да. Ну, ничего, мы тебя натренируем. Вот, например, сейчас. Наступает ночь, город засыпает. Я могу не проснуться. И просыпается наш корреспондентка, который расскажет о кинофильме, что пойдет на нашем телеканале. И этот фильм называется «Очень плохая мамочка». Здравствуйте! Если вы устали от постоянной проблемы выбора фильмов, или у вас просто-напросто нет на это времени, не огорчайтесь. В помощь вам кинообзор. О самом хорошем кино на Саратове 24 расскажу вам я, Альфия Багапова. В четверг, 19 января, на Саратове 24 покажут прекрасную американскую комедию «Плохая мамочка». Я могу вам не составить документы, а я попробую припарковаться. Потому что, мне кажется, она для меня великовата, если вы понимаете, о чем я. Хорошо, хорошо, я составлю документы. Хорошо, спасибо. Я сейчас вернусь с нужными бумагами. Так, давай. Пристеглись. Красавица Оливия переехала со своей... Картина поставлена нидерландской актрисой Фанки Янсен. А главную роль исполнила красавица Мила Йоувич. Премьера состоялась осенью 2011 года в ряде стран. Кроме того, картина не раз демонстрировалась в рамках международных кинофестивалей. Фанки Янсен придумала идею фильма совместно с Колом Фрейдсом. Написала сценарий, выступила продюсером и режиссером фильма, что стало для нее дебютом. Поскольку она сама родом из Нидерландов, на написание сценария ее вдохновила история эмигрирования и поиска лучшей жизни для себя и своего ребенка. А съемочный процесс фильма занял всего-то 20 дней. Сюжет фильма прост, но от этого не менее интересен. Бывшая эмигрантка с Украины, а ныне очаровательная Алиф, в исполнении Мила Йоувич, слишком красива и умна, чтобы быть обычной американкой. Когда-то, благодаря врожденной изобретательности и находчивости, она успешно крутилась в преступном мире. Желая покончить с криминальным прошлым ради своего сына Бобби. Любящая мать хочет переехать в спокойную Оклахому, в надежде начать новую жизнь. Но все оказывается не так просто. Учитывая, что слоган фильма «Познакомьтесь с Алиф», «Мать кормильца» и «Уголовник». Сюжет обещает неожиданные повороты и забавные моменты. В общем, рекомендую посмотреть. Ну а если вам известно какие-то интересные факты о кино и вы хотите поделиться, тогда жду вас на странице телеканала в социальных сетях. И помните, я рассказал вам только об одном фильме, но на телеканале «Саратов-24» еще много интересного. Смотрите программу на официальном сайте saratov.tv и в мобильном приложении. Этот кинофильм вы можете увидеть на нашем телеканале, да и масса других фильмов также доступна вам. Главное, не забывайте, на 21-й кнопке вашего кабельного оператора находится наш телеканал. А еще на сайте есть прямая трансляция, в мобильном приложении есть прямая трансляция. И вот вы сейчас, например, нас в прямой трансляции можете видеть тоже. И мы рады, что в режиме реального времени можем помочь братьям нашим меньшим. Друзья, я про кошку Рыську. Кошка Рыська ищет дом, ей полтора года. За свою, знаете ли, недолгую совершенно жизнь она перенесла много обид от людей и теперь заново учится доверять им. Ей нравится, когда ее гладят, очень хорошо ладят с другими животными, спокойная, неконфликтная. Все, что нужно, это немного терпения, чтобы она смогла увидеть вас, в вас друга. Кладко приучено, кушает хороший сухой корм. Волонтеры говорят о том, что она очень быстро социализируется и будет ладить не только с вами, но и с детьми. Друзья, звоните в 602044, это телефон волонтерского движения «Зооспас Саратове». Если хотите Рыську, то вот просто скажите, можно я кошку Рыську себе заберу? Если хотите любое другое животное, но не покупать его или брать у кого-то из знакомых, а вот спасти чью-то кошачью или собачью жизнь, то тоже позвоните в 602044, вам точно порекомендуют отличного четвероногого друга, что станет вам настоящим просто спутником-соратником. Это точно. А еще напомним, что во втором части нашей программы к нам придет гость Яни Ленис Игорь Станиславович, это руководитель Саратовской научной и образовательной лаборатории «Роскосмос». По какому поводу? Все очень просто. Сегодня праздник, день детских изобретений, и мы поговорим с этим замечательным человеком, что изобретается детьми у нас в Саратове, насколько это продуктивно и имеет ли это какие-то перспективы в большой науке. Я вот что-то не могу вспомнить ни одного своего детского изобретения. Хотя продуктивным ребенком был, знаешь, ну в принципе нет. Нет, это я изобрел вырывать страницы из дневника, кажется. А мне кажется, это существует на протяжении уже не одного столетия. Но я тебе скажу так, меня никто не надоумил на это. Это я сделал сам, так что автономно от Архимеда изобрел. Ты известный человек в узких кругах, скажу я тебе. Это верно, в своем дневнике. Изобретатель. Друзья, свои вопросы уже можете писать нашему гостю на смс-портал на страничку ВКонтакте. В ВКонтакте также можете написать о том, в общем-то, что вы хотели бы сделать своими руками, чему научиться, какому навыку, может быть, что-то и изобрести вы хотели бы. Пишите нам об этом и в комментариях, и отвечайте на те пункты опроса, которые представлены у нас. Сейчас, кстати, лидируют сладкоежки. Они хотят, все больше наших телезрителей хотят научиться готовить вкусные десерты. А потому что это полезное знание. Которые говорят, что я и так на все руки мастер. То есть есть такие, да, стрельжи саратовцев? Ну, это и хорошо, когда хорошая самооценка. Но Саратов 24, наш телеканал, наша программа очень любит общаться. И помимо того, что вы можете сейчас принять участие в вопросе, вы еще могли это сделать и накануне нашей программы, потому что наша съемочная группа отправилась в город и спросила у вас, что вы любите делать своими руками. Есть ответы определенные, поэтому давайте их прямо сейчас послушаем. Наверняка хоть раз в жизни каждому из нас приходилось что-то мастерить своими руками. Иногда такое занятие перерастает в любимое хобби. В нашем сегодняшнем опросе мы решили поинтересоваться у саратовцев, что же они умеют делать своими руками. Давайте узнаем. Вообще все. Просто иногда кое-что я ни разу не пробовал, поэтому может сразу не получиться. А что именно вас интересует? Умеем готовить, побираться. Чем мы еще умеем? Умеем кому-нибудь помогать, человеку им что-нибудь творить. А что? Чем мы умеем? Рисовать, петь. Все. Я не знаю, готовить различные поделки. Ну, венки для Нового года, Рождества. Не знаю, что еще шить. Меньше. Да. Куклы различные для детишек. Я даю их в детский дом. Шарф связала внучке. Больше ничего. В спутник могу смастерить ракету космическую. Это правда. А вчера смастерил пиццу. Представляете, первый раз взял, попробовал. Просто так захотелось, спонтанно совершенно. Посмотрел в интернете рецепт. Оказалось, это настолько просто. Не поверите, насколько просто делать пиццу. Взял и сделал. Получилось очень вкусно. Практически ничего не умею. С детьми дома сижу, нет времени. Жить и знать. Беру большую корзину и складываю туда все вещи быстренько. И потом уже разбираю, когда время есть. Как оказалось, благодаря умению и усидчивости можно сделать своими руками все, что угодно. Было бы желание. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Это утреннее шоу «Автопилот» телеканал «Саратов-24». Это Юлия Астахов. А это Сергей Гришнов. Да, рада вам представиться и сообщить о том, что впереди еще немало интересного. Поэтому, друзья, оставайтесь с телеканалом «Саратов-24». Более того, мы призываем вас выходить с нами на контакт. Так как с инопланетной расой задайте нам вопросы, которые вы хотите. Мы зададим вам тоже такие же вопросы по телефону прямого эфира. Свои смс-ки отправляйтесь на смс-портал. Номер периодически появляется на экране. Ну и про страничку ВКонтакте не забывайте. Там идет голосование. И там же в комментариях вы можете оставить все ваши вопросы и пожелания к эфиру. Да. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть нашу Инстаграм-подборку. Уверена, что эти кадры вам понравятся. Давайте прямо сейчас на них и посмотрим. Зимние, морозные. Что значит зимние? Как олимпиады сочинской. Они сказочные. На мой взгляд, это Дедушка Мороз. Это не Дедушка Мороз. Нет, когда улетал от нас в свои края, он как раз-таки раскрасил все деревья. Слушайте, как красиво. Мне приходилось несколько раз ехать мимо Кумысной Поляны. И надо признать, что там в два раза красивее, чем в городе. Снеговик милейший. Это как раз... Слушайте, но на самом деле, мне кажется, это единственное время в нашем городе, когда можно увидеть по-настоящему красивые деревья, усыпанные вот этой белой крошкой. Мне, знаешь, забавно наблюдается за тем, что да, город совсем преобразился. Совершенно. Потому что еще, допустим, три дня назад, когда была грязь, все серое, туман повисал в воздухе, а сейчас свежо, солнышко пробивается, красивые деревья, такое ощущение, что это... Этим утром я проезжал мимо панорамы, которая находится около аэропорта, и я понял, что вот впервые новогодние украшения выглядят логичным. То есть, понимаете, обычно его бросают как бы на деревья, и все, и оно висит. Ты чувствуешь разность поверхностей. То есть в одной плоскости гирлянда, в другой дерево. А сейчас все интегрировано. А тут гармония самая настоящая. Да, наконец-то, свершилось. Это ли не важно с утра? Это важно с утра. Кофе и круассан, каша и масло. Дерево и мороз. Гирлянда под снежком, чтобы все знаете. Кто о чем, если завтракаете, приятного аппетита вам. Ну а далее городская зарисовка, и вот чему эта городская зарисовка-то, в общем-то, будет посвящена, Русь. Горкам экстремальным. Экстремальным горкам в горпарке. И фотографии сообщества типичный Саратов. Ну, мне на самом деле катастрофически не хватает горок вообще в городе, потому что, ну, как-то ты не можешь отправиться с ребенком на горнолыжный спуск. Это, мне кажется, опасненько. А те маленькие горочки, которые накатывают сами дети периодически на каких-нибудь дорогах, в скверах и так далее. Честно тебе могу сказать, единственная горка в моем районе – это молочка. Вот по которой ты просто спускаешься вниз. Да, зато можно несколько остановок не доезжать до дома, а докатываться. Ну, так мне в другую сторону. Зима веселить, а тебе вверх. Да. Вот это вот вся проблема. Но на самом деле очень классно, что в горпарке есть горки, на которых можно покататься. Ледянки, санки, лыжи, может быть, даже коньки для особых экстремалов. Ну, или любимая пятая точка вам в помощь. Или летняя обувь. Для этого. Ну, слушай, хорошая мысль, кстати. В общем, катайтесь на горках, ищите горки рядом с вашим домом, и да пребудет с вами скоро зимний экстрим. Да, и слушайте полезные советы от нашей программы, программы «Автопилот». Сейчас расскажем вам, как ухаживать за орхидеями. Вот так, на контрасте. Зима и такие тропические растения. Неожиданным подарком часто становится необычайно красивое и столь же привередливое растение – орхидея. Как нужно ухаживать за орхидеями, чтобы они были здоровыми и цвели как можно дольше, расскажет флорист Любовь Попова. Когда мы покупаем орхидеи, они находятся в цветочном состоянии. После того, как растения отцвели, у них остается голый цветонос. Этот цветонос не надо срезать, потому что он может дальше дать боковые веточки. Такой цветонос уже цвести не будет. Нужно подождать, когда он полностью засохнет, и просто его удалить. Орхидеи не переносят лучи жаркого солнца и тяжело воспринимают длительное пребывание при повышенных температурах. Поэтому зимой цветок может спокойно расти возле окна, а летом его лучше прятать от прямых солнечных лучей. Корни орхидеи участвуют в фотосинтезе, поэтому они должны находиться на свету. Для этого растения сажают в прозрачные горшки. Это либо стекло, либо пластик. Не имеет значения, из чего они сделаны. Но главное, чтобы солнечный свет проходил к корням. Если у орхидеи желтеют и вянут листья, это означает, что ее корни гниют и растение болеет. Корни загнившие выглядят таким образом. Они обычно черные и сухие на ощупь, и как будто бы пустые. Оболочка с них спокойно снимается. Здоровые листья и корни орхидеи должны быть жесткие, плотные, с зеленым оттенком. Если корни сильно разрослись и вылезают из горшка, орхидею нужно пересадить. Пересадку растений лучше всего производить после того, как оно отсветет. Чтобы не было лишних травм и лишнего стресса для цветущих растений. Растения полностью погружают корни в емкость горшка. И аккуратно просыпая между корнями, чтобы их не поломать, с легким подстукиванием, чтобы равномерно распределился грунт, наполняем горшок. Орхидеи растения, которые в тропических условиях растут на деревьях. Поэтому грунт, который используется для посадки орхидеи, обязательно содержит в себе кору. Кора сосновая чаще всего используется. Затем это как связующий компонент торф. И часто добавляют сфагнум. Лучше сфагнум не добавлять, если боитесь, что сможете перелить растения. Следуйте советам флориста. Ухаживайте за своими растениями. И ваша орхидея будет радовать вас красивыми цветами. Орхидея вам в помощь? Если вдруг вы скучаете этим утром, заведите себе. Видите, сколько мороки с этой орхидеей точно не соскочатся. А потом это может стать прекрасным подарком. Цветок, который раз в год, кажется, цветет. Но, конечно, может быть не самый бюджетный вариант. Но то, что он однозначно радует и поднимает настроение, это точно. Друзья, ну а мы напоминаем, что сегодня во всем мире отмечается день детских открытий. И если вы стали открывателем чего-нибудь в детстве вообще, если вдруг вам удалось самостоятельно открыть дверь в ванну. Если вдруг вам удалось открыть новый континент какой-нибудь в своей же квартире. Вдруг вы так шли по ковру и сказали, здесь осталась лужа от какао. Кажется, это какое-то новое населенное место. Ну, в общем, друзья, то напишите нам о том, какие открытия вы смогли совершить в детстве. Ну, а по этому поводу и в связи с этим праздником к нам сегодня придет руководитель Саратовской научно-образовательской, образовательной лаборатории Роскосмос. Евгений Ленис, Игорь Станиславович. Игоря Станиславовича ждем в нашей студии с распростертыми объятиями. Он расскажет о том, что изобретают в Саратове дети. Как эти изобретения потом находят свое обоснование в научном мире. Где эти детишки, в каких конкурсах они участвуют. Есть ли победы. В общем, по всем этом поговорим в самые ближайшие минуты. Ну, а самое главное, он точно сможет сориентировать вас, дорогие родители. Как же сделать так, чтобы ваш ребенок с первых же дней не тратил время даром, а смог научиться чему-то новому. Ну, насколько я знаю, с 5 лет набирают, в общем-то, в группы изобретательские. Поэтому имейте в виду, молодые родители, о том, что с юных лет ваше чадо может уже приносить нечто полезное в этот мир. Я вспомнил мое самое главное открытие в детстве. Я открыл банк с вареньем и слопал ее. Мы паразиты, как выясняется. Это было такое потрясающее открытие, что, друзья, всем рекомендую однажды в жизни столкнуться с таким открытием. У нас на страничке ВКонтакте мы спрашиваем вас, что бы вы хотели научиться делать своими руками. И сейчас лидирует два пункта. Готовить десерты вкусные. Никто не пишет, правда, что полезные, так что, наверное, бесполезные, но вкусные. А люди понимают, либо вкусные, либо полезные. Ну и, естественно, лидирует пункт тщеславие, где наши телезрители написали, что я уже на все руки мастер, мне не нужно ничему учиться. Это по 40% голосов. У этих пунктов 20% удали предпочтение шить. Это очень полезное занятие в кризисное время, утверждают они. Какое занятие вы считаете самым полезным в кризисное или антикризисное время? Чему бы вы хотели научиться сами, то, друзья, вот об этом, обо всем пишите нам, пожалуйста, на страничке ВКонтакте. Ну и да, не забывайте, пожалуйста, оставлять свои привет и поздравления. Мы обязательно все передадим в прямом эфире. Для этого есть смс-портал, есть группа ВКонтакте, которая активна постоянно. Не думайте, что если наша программа длится 2 часа, только в это время вы можете поучаствовать в вопросе или оставить привет. Нет, наша группа открыта круглосуточно. И если вы оставили привет, то в самой ближайшей программе он и обязательно прозвучит. Ну а, друзья, пока вы пишите свои приветы, мы прервемся на выпуск новостей, после которого и об открытиях чудных поговорим с нашим гостем Игорем Станиславовичем. И ваши сообщения, естественно, тоже почитаем. Ну а выпуск новостей представит наше утреннее бессонное ведущая Анна Антонова. Вот уж кто действительно никогда не спит на страже новостей. Да, потом утром вам преподносит все самые свежие новости. Так вот, Анна Антонова в этом выпуске расскажет, как утерли нос опытным автолюбителям учащийся автошкол, а также расскажет о том, какие желания писали в своих письмах юные саратовцы Деду Морозу. Вот, друзья, об этом и обо всем. Выпуски новостей на телеканале Саратов 24, после чего мы здесь, в этой студии вместе с вами. Договорились, вы смотрите новости, а мы встречать в гости. Доброе утро всем тем, кто встречает это утро вместе с нами. Это телеканал Саратов 24, утреннее шоу Автопилот. И сегодня мы решили поговорить о детских открытиях, потому что сегодня как раз-таки международный праздник тех самых детей, которые совершают различные открытия. И у нас в гостях сегодня Игорь Станиславович Ениленис, руководитель Саратовского научно-образовательского образовательного центра Роскосмос. Доброе утро. Здравствуйте, рады вас видеть. Доброе утро всем. Очень хорошее утро, потому что оно посвящено нашему профессиональному празднику. Да, мы вас, собственно, именно поэтому и позвали, потому что кто, как не вы, точно знаете, какие открытия совершают дети, и тяжело или не тяжело им совершать какие-то открытия, которые важны для всего мира. Да, но это нечто глобальное, вопросы. До этого как раз делились тем, что мы с Юлей в детстве могли только банку с вареньем открыть и слопать ее. А что открывают дети сейчас? Дело в том, что банки с вареньем по-прежнему это любимая вещь у детей, но есть какие-то особые дети, которым банок варенья просто мало, и им хочется вскрывать что-то более серьезное. Вот. В частности, даже какую-нибудь ракету или самолет. Вот. Ну и, разумеется, такие порывы у детей, они могут найти очень хороший выход. То есть вот этот познавательный, заложенный природой интерес, он может реализоваться уже в детском, начальном и более сложном техническом творчестве, которое может, как ни странно, привести даже к новым каким-то техническим решениям, которые называются изобретения. И вот ребята, которые занимаются в нашей системе, это система дополнительного образования с ориентацией на техническое творчество, оно позволяет детям как раз реализовать вот этот заложенный импульс творческий. И вот я могу более подробно рассказать вообще об этой системе, но лучше я отвечу на ваши вопросы. Ну, давайте мы кратко как раз-таки расскажем об этой системе. Ну, очень хочется понять, вот Центр Владежного Инновационного Творчества, как он работает, кто может принимать участие в разработках, которыми занимается этот Центр. Вот, может быть, начнем как раз вот с этой информации? Да, два года назад губернатор Саратовской области открыл молодежный инновационный центр, а именно центр СМИТ-ТИР, который находится в Сапконнефтемаш. На самом деле в регионе открыто несколько таких центров, порядка десятка. Вот, но СМИТ-ТИР, он является в некотором роде форвардным. Почему? Потому что здесь сразу начало с ее открытием действовать Саратская научно-образовательная лаборатория Роскосмос, которой я руковожу. На самом деле это направление учебно-образовательное, оно ведется мной давно. Я еще, когда был второкурсником Саратовского госуниверситета, уже тогда мне предложили вести вот такое объединение. Назывался это «Кружок ракетной техники» в Кировском доме пионеров тогда еще. Это был Советский Союз, и тогда, в общем-то, на инициативе делалось очень многое. Сейчас несколько другие условия, и вот в таких условиях наиболее эффективно себя проявляет как раз система СМИТов, то есть Центров молодежного инновационного творчества. Они, имея большую такую политическую государственную поддержку и в то же время имея спонсорские поддержки, выигрывая гранты, могут предоставить детям для работы очень широкие современные возможности. Вот у меня здесь находится, у нас точнее, здесь находится планшет, одной из разработок, в которой принимали участие дети, в общем, возраста от пятиклассников до студентов. И вот эти изделия, которые вы видите, они все прошли испытания. Это комплект микроракетных двигателей, предназначенных для исследовательских и спортивно-технических целей. И вот компоненты все, которые вы видите, это плод работы мыслей ребят и их рук. На самом деле, это самые настоящие ракетные двигатели, у них используется самое настоящее ракетное топливо. Но вот ребята умеют делать не только детали на 3D-принтере, которые вот здесь сосредоточены, являются компонентами этих конструкций, но умеют делать рецептуру топлива и весь технологический процесс сборки, вплоть до испытания. Испытания проводятся по стандартных методикам для настоящих ракетных двигателей. И результатом должно явиться получение государственного сертификата на применение вот этих двигателей в более широких сферах. То есть все по-настоящему? Дети не просто бывают. Не до шуток, не до шалостей. Да, а можно сказать, уже пробуют себя в серьезной, взрослой, большой науке. Да, дело в том, что вот, например, разработать систему выброса парашюта для ракет, вот которая представлена вот этими элементами, это у нас занимались 3 выпускника лица и прикладных наук. Все трое стали студентами МГТУ имени Баума на Москве. Сейчас уже на второй курс перешли. И мало того, что они сделали оригинальную конструкцию, у которой нет аналогов, а там нашлось, окажется, два патентно-способных технических решения. И патентование, то есть получение удостоверения на авторское право этой разработки как раз вот получит одна из девочек, которая участвовала в этой работе. Хочется понять, сколько самому юному изобретателю в центре? Ну, у нас, откровенно говоря, бывают исключения. Один раз у нас в коллективе был, ну, не то чтобы ворденкид ребенок, мой теска Игорь Игорев, так он только подготовительный класс в школу не пошел. Ну, мало того, что он хорошо сделал парочку моделей, вот. И он выступил и обошел второклассников, третиклассников, занял первое место на областных соревнованиях своей модели. Вот это вот такой выдающийся факт. Мало того, когда он уже стал взрослым, мама его встретится и говорит, Игорь Станиславович, он до сих пор помнит, как вы учили правильно проводить линии по линейке, делать эскиз простейший. И у него по черчению в политехе, говорит, самые высокие оценки по техническому черчению. Вот. А это я не для того, чтобы похвастаться, говорю, а хочу сказать, что приходят ребята в основном с четвертого класса, начиная. Вот. Это не значит, что они все доходят до такого уровня или становятся, вот, выбирают уже жизненный путь, свой профиль, хотя у нас процентов, наверное, 15, а может быть даже 20 ребят именно связало свою дальнейшую профессиональную судьбу с отечественной наукой и ракетно-космической техникой. Я могу персонально прям назвать ребят, которые уже взрослые. Чему нет? Город должен знать своих героев. Да, и которыми я горжусь, которые дошли вплоть до координаторов такой госструктуры, как Роскосмос. Вот. Научно-технический уровень этих воспитанников уже гораздо выше моего. Вот. То есть получились асы. И вот как раз Цмиты имеют основной целью своей такой вот высокой политики создание вот такого интеллектуально-технического и научного потенциала для отечественной сферы новых исследований. Здесь на этом планшете представлен диплом участника пятого международного фестиваля от Винта. И я так вот ненарохом вижу, что этот фестиваль поддерживал МАКС 2015 года, офицеры России и прочие крупные организации, которые, ну, в общем-то, являются двигателями прогресса в нашей стране. Скажите, прислушиваются ли они к юным изобретателям? И берут ли они действительно на вооружение те вещи, которые они делают, и уже прям вот запускают? Будучи еще вот как бы, да, ребенок-ребенком. Да, да. Сейчас я как раз, как говорится, имею информацию для ответа на этот вопрос. Дело в том, что конкурс международного инновационного молодежного творчества от Винта, он проходит как раз в рамках МАКСа, международного инновационного салона, который бывает два раза в год. Мы участвовали в первом МАКСе, это было, по-моему, ну, больше десяти лет назад, это точно, да. Вот, участвовали в восьмом, в десятом, и сейчас пригласили, то есть вот в этом МАКСе участвовали, и сейчас в этом году опять получили приглашение, как лауреат. В семнадцатом году, чтобы в ближайшее весной. Да, да, вот в Жуковском в августе мы будем участвовать. Кроме того, еще вот эта работа с лауреатом Геленджикского международного салона морской авиации, и вот там как раз получили мы прямой ответ на ваш вопрос. Представитель военно-промышленной компании ПИК заинтересовался вот этим двигателем, сказал, что у них есть беспилотный аппарат, который просто под зарез нуждается в стартом ускорителе для вывода на нужную высоту, вот, и с ними мы заключили договор сотрудничества. В этом договоре сотрудничества включены как раз вот и те ребята, вот и девочки, которые будут получать авторское свидетельство. И Таня Шемчук, ее зовут, она второкурсница МГТУ. Кроме того, еще несколько более взрослых разработчиков являются авторами. И сейчас, с 15 января, начинает действовать договор сотрудничества по продвижению объекта госзаказа вот нашего компонента, нашего старта ускорителя. Вот, то есть это полугодичный срок действия договора, но он предусматривает пролонгирование аж до 2022. О, то есть это долгосрочное отношение. Они знакомились с уровнем наших разработок. Дело в том, что у меня-то сертификация международного инженера по космической технике, и они просто напали на тех людей, которые могут не слишком дорого и совсем не сердито сделать им... Качественные видения. Да, точно. То есть они почему к нам обратились в ЦМИТ-сир? Потому что сказали, если мы в отраслевой НИИ, который занимается разработкой такой системы, пойдем, они будут делать это в 5 раз дороже и в 5 раз дольше. Двигатели, стартовые установки, это все настолько привычно воспринимаешь, что это настолько все мужская тема, что вот видеть женские фамилии и имена... Да, представить девушку в этом деле непросто. Да, нетипично. Скажите, пожалуйста, вот в вашем центре больше мальчиков или девочек? Ну, конечно. И как охотно девочки идут на это? Конечно, мальчиков, но девочки у нас регулярно бывают. За последнее время у нас, вот, ну, считая эту Таню, участвуют 4 девочки в этих разработках. Вот. Одна вообще молоденькая семиклассница на МАКСе будет представлять летающую модель канадского транспортного самолета, который будет моделировать ситуацию в посадке в новом Саратовском аэропорту. Семиклассница. Да, семиклассница. Какие серьезные детки живут в нашем городе. Малка, у нее уже две хороших модели. Су-34, то есть истребители четвертого поколения отечественной, у нее летает, пожалуй, лучше, чем даже у мальчишек. Эх, не в те игрушки я играл в детстве. Он прям точно понимает. И не теми открытиями занимался. Надо было несколько банок варенья открыть, чтобы точно все удалось. И понимаете, когда родители приводят детей, они смотрят, во-первых, им очень нравятся эти и современные, даже в туристические модели, но когда они узнают, что мы делаем все действующее, все летающее, они открывают рот. И ребенок делает модель, причем самую быструю модель они делают за два занятия, и через два занятия у них и летит. И они удивляются, как ту-160, которая бандируется в Энгельсе, сделанную 50 раз меньше, сделанную за два занятия, у него вдруг полетел. Пролетает половина двора в сапу. Слушайте, у меня... Мне кажется, это просто необы... А люди не с этой планеты. У меня с детства за два занятия только все в тартерары летит. Ну что ж, мы искренне рады. А подпись, да, прежде чем мы попрощаемся, очень важная информация, как попасть в ваш центр, с какого возраста, и какие требования вы предъявляете к тем людям, которые могут по праву носить звание участника Центра инновационных достижений. Значит, главное требование, личное желание и возможность заниматься хотя бы два раза в неделю без ущерба основной учебе. Потому что вот те, кто проходят в МАИ, в МГТУ, в ФИСТЕХ, из нашего коллектива, будущие аубитаренты, они все, как правило, хорошо имеют успеваемость. Вот поэтому, если это не повредит, можно приходить к нам в среду, субботу и воскресенье с 10 до 12, и в эти же дни с 3 до 17. Вот, я дал даже обнимение. Да, возраст от? А возраст, начиная с 4 класса и кончая студентами до 2 курса включительно. Прекрасно, спасибо. Спасибо вам большое, что этим утром были с нами. Вдохновляйте, прям однозначно вдохновляйте на то, чтобы делать вещи, которые не в тартараре, а в буквальном смысле полетят и сделают наш мир чуточку лучше. Друзья, у нас в гостях сегодня был Ениленис Игорь Станиславович, руководитель Саратовской научно-образовательной лаборатории Роскосмос при ЦМИРТИР. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, больше вам открытий. Мы вернемся, друзья, сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Лучшие пожелания всем. Доброе утро, вы смотрите программу Автопилот. Друзья, на часах 8 часов 36 минут. Напоминаем вам, что это саратовское время. Многие из вас сейчас отправляются на учебу, на работу, по своим личным делам, кто-то на прогулку. Важно знать, какая ситуация на дорогах. Сейчас расскажем вам о пробках. Мой соведущий Сергей Гришнов, как всегда, он запасся ценной информацией и будет прямо сейчас раздавать ее направо и налево. Спасибо большое, Юль. И полезная информация для тех, кто вдруг только вернулся из Москвы. Это только в Саратове 8.36. В Москве еще 7.36. Нилгомонные. Сейчас в политике тебя что-нибудь. Нет, не в чем тебя бросить. Кружка. Кружка и планшет. Вот что ты можешь мне бросить. Планшет особенно приятно будет. Жаль. Не тебя, а кружку. Понятно. Друзья, в Саратове действительно 8.36. Самая пиковая нагрузка на дорогах. Тем более, если вы отправляетесь на работу к 9 часам утра. Давайте посмотрим, где и какие улицы сейчас загружены. Более всего начнем по традиции с проспекта энтузиастов. Но только для начала скажем, что всего 5 баллов в нашем городе. Не так страшно. Ровно половинка серединка. Проспект энтузиастов свободен до кольца стадиона Волга. На кольце небольшое затруднение в движении. Далее до середины улицы Арджоникидзе выстраиваются машины с тройными рядами. Едут со скоростью не более 7 километров в час. Аналогичная история. На подъезде к Кристаллу буквально с первых метров улицы Чернышевского. И дом того самого спортивного сооружения. Все со скоростью 7 километров в час потихонечку, как в очередь в Сабес или ЖКХ, едут не спеша. Движемся далее по Чернышевску. Вообще, в принципе, не очень быстро ехать вам сегодня придется. Максимальные скорости движения есть на некоторых участках. Но в целом тенденция к 20 километров в час. Около родящего снижение скорости также до 7. И далее к предмостовой площади. Как раз таки с той самой скоростью 20 километров в час будем пробираться. Предмостовая площадь в сторону Энгельса едет со скоростью 5 километров в час. Мост с переменным успехом до Энгельса вас все-таки выведет. Почему с переменным? Потому что первые метры едут со скоростью не более 20 километров в час. Вот с трудом выводить вас с мост будет в сторону Саратова из Энгельса. И начнет он издеваться над вами с пересечения трудовой улицы Лесозаводской. Здесь скорость движения не более 20 километров в час. Такая тенденция вплоть до Саратова. Весь мост, несмотря на то, что две полосы в эти ранние часы в Саратов открыты. Ну что ж, посмотрим с вами, оставим его в покое. Добирайтесь как-нибудь, мы, благо, уже на работе. Посмотрим с вами на Волжский район, поселок Юбилейный. Здесь от улицы Прудовая по Усть-Курденскому шоссе вплоть до кольца строительного рынка. Скорость движения 10 километров в час. Но нам лежит в печали. Нет, вот лежит в печали тем, кто навашен танкистов сейчас. По танкистам скорость движения 3 километра в час. По навашенной аналогичной истории. Причем сегодня пробка необычно большая. Танкистов буквально от улицы Плодородная и практически до танка. Едет со скоростью 3 километра в час. Не быстро вы там будете ехать. Но по навашенным тоже аналогичная история. Проехать не очень просто. Кстати, при повороте на улице Навашня, если вдруг вы выбрали улицу техническую, знаете, там произошло ДТП. Поэтому, вполне возможно, скоро соберется там небольшая пробка. Выезд из Ленинского района. Проспект строитель едет без проблем. Кольцо НИИ тоже едет. Московское шоссе неподалеку от Кольца НИИ 7 километров в час. И улица Шахурдина выстраивается стройными рядами. В общем-то, как обычно, со скоростью 20 километров в час, вплоть до улицы Соколовой. Дублер этой улицы, улица, которая называется Проспект, 50 лет октября, едет практически без проблем. Только у торгового центра есть небольшое снижение скорости. Ну и по традиции на Стрелке скорость падает, причем максимально падает 3 километра в час. На этой самой остановке произошла авария на пересечении Тракторной и 50 лет октября. Там, где от автовокзала вы мечтаете повернуть на проспект 50 лет октября. Знаете, там несколько драгоценных минут потеряете. Соколова без проблем мчит в центр города вас. Пробка вас настигнет только на пересечении Соколовой и танкистов. Ну и вот таким образом мы перебрались в центр. В центре города, друзья, вам нужно знать важную информацию. От Университетской и вплоть до Астраханской. Московская едет с большим трудом. Астраханская между Большой Казачьей и Московской едет тоже с некоторыми затруднениями. Вокруг детского парка проблемы. Ну и, естественно, за локомотивом. Там, где улица Емлютинь, там, где Большая Садовая. Буквально каждая улица отмечена красным цветом. Значит, что скорость движения там невелика. И если есть возможность, то идите на работу пешком. Но только утеплитесь, как следует. Ну а, кстати, насколько сильно нужно будет сегодняшним утром утепляться. И вообще в течение дня, как себя чувствуете относительно погоды. Расскажет сейчас Юлия Астахова. Созвонилась утром уже с гидрометцентром. Да, сделала все, как ты велел. Разбудила, наконец-то. Да, умеете вы, Сергей, все-таки обрисовать оптимистично, даже самые неоптимистичные факты. Я про пробки, которые все-таки имеются в нашем городе. А, да, если они тебя порадовали. Я, к сожалению, не обладаю такими навыками. Я, пожалуй, просто проконстатирую факты и расскажу вам о той погоде, которая имеется, о той информации, которая имеется в интернете. А я буду улыбаться. Да, друзья, во-первых, напомню, что сегодня, для всех тех, кто потерялся, вторник. Сегодня 17 января. В Саратове и Энгельсе облачно. Временами синоптики обещают снег, но при этом не особо активный, то есть небольшой. Ветер дует восточной, скорость его 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров прутутного столба. Днем температура воздуха составит, внимание, минус 10, а ночью до минус 15. Все-таки морозы, вот те самые крещенские, они, похоже, приходят в наш город. Так что трепещите все те, которые экономили на зимних куртках, придется немножко померзнуть. Ну, либо надевать на себя несколько слоев одежды, чтобы не продрогнуть и не заболеть. Здоровье надо беречь, это мы знаем. Либо надеть на себя машину. Ну, да. Самая теплая одежда этой зимой. Либо запрыгнуть к кому-нибудь в машину. Ну, опять, неважно какой. Автобус тоже теплее, чем любая одежда. Согласна, в автобусе теплее, чем на улице. Но хотя не во всех автобусах настолько тепло, насколько хотелось бы. Но сейчас это не об этом речь. Сейчас пойдет о самой громкой кинопремьере уже этого года. Главный герой нашей страны, Данила Козловский, снялся в потрясающем кинофильме, который называется «Викинг». Да, уж прогремела. Это премьера на весь Россию. Да, говорят, что многие международные кинокомпании уже готовы выкупить эту киноленту. Со всех киноэкранов, со всех интернет-порталов кричат, что это самая громкая премьера вообще этого года. А ведутся разные споры. Кто-то говорит непосредственно о актерах, о Даниле Козловском. Кто-то говорит, что он не вытянул роль. И поклонники расстроены. А кто-то говорит о том, что актер раскрылся с новой стороны. В общем, решать в любом случае. Вам для начала давайте прогнозы. Да, батальных сцен вам хватит в этом кинофильме, как я понимаю. Мехов, о котором мечтает Вика Цыканова, тоже вам хватит в этой картине. Ну и узнаем мнение нашего кинокритика относительно фильма «Викинг». «Викинг. Успех» или «Провал» фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли вышел в прокат 29 декабря 2016 года. Многие уже успели посмотреть картину и, мягко говоря, мнения зрителей разошлись. Одни утверждают, что фильм не достоин внимания, другие же, напротив, считают его успехом. На сегодняшний день кассовые сборы картины уже превысили рубеж в 1 миллиард рублей. Таким образом, установив новый рекорд для отечественного кино. В чем же секрет? Об этом в кинообзоре расскажу вам я, Альфия Багапова. О выходе на широкие экраны данной киноленты слышал, наверное, каждый любитель кино. Это и неудивительно, ведь главную роль исполнил любимица и покоритель женских сердец Данила Козловский. Образ весьма непривычный для красавца-актера, но выглядит он не менее эффектно, чем в остальных картинах. Эй! Я брат вашего князя! Позовите Ярополка, я хочу говорить с ним! Ты сложил моему отцу. Он мертв. А ты жив? Отец! Кто жених? Я! Владимир! Князь из рода Рюрика! Теперь либо ты его, либо он тебя. Ну, за все. Мне нужна сила Ромеев. Помимо Козловского, главные роли также исполнили Светлана Хоченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Споляков и другие. Из названия ясно, что речь идет о временах раннего Средневековья. Тяжелые мечи и темные законы крови. Правящий род в раздоре. Отсюда война и борьба за власть. Подготовка к работе над фильмом началась в 2009 году и длилась аж 6 лет. Продюсером ленты стал Константин Эрнст. Это и неудивительно, ведь работа над картиной велась совместно с Первым каналом. Кстати, на главной роли также пробовались Виктор Вержбицкий, Сергей Безруков, Михаил Гелисеев и другие именитые актеры. Некоторые сцены фильма сняты в Крыму, а декорации, используемые при его создании, благополучно стали частью первого в оси России кинопарка «Викинг», который открылся в начале мая 2016 года в Крыму. Но самое интересное это то, что историческая драма имеет две версии с разными возрастными ограничениями – 12+, и 18+. Это приятное дополнение, ведь благодаря этому фильм можно посмотреть и в семейной компании. Кинокартина «Викинг» очень масштабная, качественная и мегабюджетная. Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей ушло на ее создание. Отсюда отличная графика и исполнение. Плюс ко всему это еще и российское кино, поэтому обязательно рекомендую к просмотру. Но если вы хотите обсудить фильм, тогда приглашаю на страницы телеканала в социальных сетях. Смотрите программу на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении. Этот кинофильм все еще идет в кино, и я уверен, что вы сможете на него отправиться, посмотреть и сделать свои собственные выводы. Не упустите такую возможность. Ну и классно, когда фильм вызывает не только там положительные эмоции или отрицательные, он дает почву для разговоров. Разговоров с друзьями, с коллегами, с родными. Когда мы что-то активно обсуждаем, отстаиваем свою точку зрения, это всегда любопытно. Ну а вот далее будут однозначные факты, которые никакому пересуду не подлежат. Гороскоп на saratov24 у нас в автопилоте. В каждой стране насчитывается около 6-8 тысяч профессиональных астрологов. Ведущие астрологи мира чаще всего являются докторами наук, академиками и лауреатами различных премий. Доброе утро! С вами самый скромный адепт астрологии. Солнце в знаке Девы, как и вчера, будет оказывать влияние на каждого из нас, особенно в первой половине дня. Мы будем переживать мелочность, склочность во многих вопросах. Переключите свое внимание на наведение порядка в доме, на работе и в своей голове. А теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овин, будьте внимательны ко всему, что вы говорите сегодня. Телец, проявите заботу о тех, кого вы любите. Близнецы, хорошее время для кредитов и крупных покупок. Рак, переменчивость вашего настроения может создать определенные сложности в общении и работе. Лев, избегайте интриг и сплетен, не теряйте на это время. Дева, семейные темы будут в центре вашего внимания. Весы, чем незаметнее сегодня вы будете выражать свою позицию, тем большим сможете добиться. Скорпион, сегодня вы способны создать команду единомышленников и стать ее негласным лидером. Стрелец, ваш авторитет в глазах руководства возрастет и этим можно воспользоваться. Козерог, философские вопросы будут занимать вас в течение дня. Не летайте в облаках, возвращайтесь на землю. Водолей, ваши способности управлять чужими деньгами позволят вам сегодня немного заработать. Рыбы, украсьте ваше рабочее место приятными мелочами и вы поднимете себе настроение. Если вы хотите добиться вершин в профессиональной и личной жизни, присылайте свои вопросы на мою электронную почту, которую вы видите на экране. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. Друзья, утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Приятного аппетита всем тем, кто сейчас завтракает. Мы вам даже немножечко завидуем, а нашим завтраком остается еще 10 минут. И эти 10 минут с большим удовольствием проведем вместе с вами. Здесь по-прежнему мы, Юлия Астахова и Сергей Гришнов. Мы сейчас вам расскажем о цифре сегодняшнего дня. Она поистине масштабная и, знаете ли, вас может удивить. Дело в том, друзья, что цифра 600, именно столько миллионов СМС отправили россияне в новогоднюю ночь. Представляете, 600 миллионов. О, слушай, ничего особенного. Примерно 100 миллионов моих СМС, которые я отправил. Да, все логично, все нормально. Хорошо, что сотовая связь справляется. А ты помнишь все времена? И эти сообщения все переданы. Когда ничего не уходило, ничего не приходило. Это было печально, когда звонки нельзя было осуществить. Если тебе хотелось соединиться с человеком, а это было сложно, линия перегружена. Да, ты впервые слышал фразу «Извините, линия перегружена». Что перегружена? Праздник, да. Все отдыхают, а вы перегружены. Но есть, конечно, небольшой плюс в том, что Саратов стал на час раньше встречать Новый год. Теперь у нас на час раньше линии могут быть перегружены. Вот это потом их отпускает по московскому времени своим московским друзьям. Мы не оставим. Можете звонить на час больше. Это уж точно. Ну, никак, видите, новогодняя информация никак нас не отпустит. Вот теперь мы рассказывали вам сегодня о том, что елку уже демонтировали на площади, о том, сколько смс было отправлено в новогоднюю ночь. Если что еще интересненького узнаем, то обязательно вам сообщим. Ну, а сейчас мы вам покажем нечто по-настоящему интересное. Мы тут говорили о том, что дети могут делать различные открытия. Так вот, коты тоже могут кое-что открыть. Например, дверь. Но только сначала эту дверь нужно откопать. Какой молодец. Нужно найти, где там вход и выход. А вы знаете, как здорово вот такого кота иметь, если твоя машина застряла. А давай придумаем ему озвучку. Мой лоток забыли на улице. Нет, мой маникюр может пострадать, но мне его не жаль, потому что мне нужно выбраться на волю. Я слышал, там где-то сидит на ветке воробей. Мне срочно нужно его поймать. То есть ты считаешь, что у него должна быть какая-то серьезная цель, чтобы делать такое. Понимаешь, у хозяина-то нет мотивации, как ты понимаешь. Он стоит и просто снимает, как кот, обмораживает себе лапы, но пытается пробраться на улицу. Я думаю, что лоток еда и воробей это вот то, что действительно его должны мотивировать на маникюр. Ну, несомненно, видео вызвало улыбку, а это нам с вами с утра и нужно. А еще нам с вами нужно знать, куда отправиться в самое ближайшее время, поэтому рубрика «Афиша» специально для вас. В самом разгаре вторая рабочая неделя после новогодних праздников. Многие сейчас пытаются совладать с собой и вернуться в привычное русло жизни. Но, согласитесь, душа до сих пор просит безудержного веселья, а ноги сами готовы пуститься в пляс. И это неудивительно, ведь на этой неделе в Саратове проходит много интересных мероприятий. Подробнее о каждом из них прямо сейчас расскажу вам я, Анастасия Куклева. И это рубрика «Афиша». Мы начинаем. Они вновь ворвались в наш город. Они держат мирных жителей в страхе. Они уже среди нас. Догадались, о чем я говорю? Ну, конечно же, о легендарной игре под названием «Мафия». Она уже давно завоевала популярность среди мирных жителей города. Если вы в этом списке, то предлагаю не терять времени даром и окунуться в эти выходные в авантюрный гангстерский мир. 21 января в Саратове пройдет четвертый открытый чемпионат Саратовской области по классической мафии. Это знаменитая настольная карточная игра. Она требует логики, дедуктивного мышления и наблюдательности, и даже психологической силы. В эти выходные вас ждет традиционное волжское радушие, уютное игровое помещение, замечательный состав участников, супер-призы, игры и незабываемая автопати. Заявки на участие принимаются от игроков со стажем от одного года вот по этому номеру телефона. Всех участников ждут подарки и большой призовой фонд. Приходите вычислять мафию, запутывать мирный город и строить коварные стратегии. Будет интересно. Любите вкусно и сытно покушать или приготовить шедевр кулинарного искусства? А может просто вам нравится смотреть, как готовят другие? Ну или наконец сами мечтаете научиться кулинарить что-то необычное? Тогда это мероприятие для вас. Собирайтесь в теплой душевной компании и приходите на мастер-класс по французской кухне. Вариантов участия два. Если вы умеете готовить отличные сырные блюда, разнообразные десерты, морепродукты, тарты и муссы, то приходите на мастер-класс в качестве повара. Если же наоборот мечтаете научиться готовить блюда классической французской кухни от закусок до десертов, то записывайтесь в ряды участников вот по этому номеру телефона. Профессиональный повар раскроет вам все секреты готовки аппетитных и с удовольствием съедобных блюд. Начало кулинарного путешествия 21 января в 12 часов дня. Приходите, будет интересно. А это мероприятие захлестнет жителей города в буквальном смысле с головой. 19 января на набережной космонавтов пройдут занятия по закаливанию, а также зимнее плавание с символичным названием «Крещенские купания». Поэтому, если низкая температура воздуха и ледяная вода вас не пугают, берите полотенце и приходите к Ротонде на набережную космонавтов в 10 часов утра. Если же вы боитесь, но при этом очень хотите пополнить ряды моржей, то тоже приходите. Ныряльщики со стажем, а таких там будет немало, всему вас научат. И даже если что-то пойдет не так, не переживайте, спасатели и медики быстро придут вам на помощь, ведь они будут дежурить около купели весь день. Однако на других надеетесь, но сами не забывайте про противопоказания. К ним относятся заболевания почек и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме этого, категорически запрещается согреваться алкоголем и горячим чаем. Приветствуются только физические упражнения. Напоминаю, массовые купания состоятся 19 января в 10 часов утра на набережной космонавтов. Приходите, ведь, как гласит известная пословица, в здоровом теле – здоровый дух. Думаете, чем занять свой вечер? Предлагаю вам посмотреть баскетбольный матч. Но не на диване дома перед телевизором, а вживую на трибуне Дворца спорта «Христалл». Игра состоится 18 января. В рамках Лиги чемпионов на паркете Дворца спорта «Саратовский Автодор» встретится с командой «Венеция» из Италии. Состав нашей команды достаточно сильный, поэтому матч обещает быть интересным. Обязательно приходите посмотреть на интересную игру, а заодно и поддержите родную команду, ведь с поддержкой болельщиков одержать победу игрокам нашего «Автодора» будет куда проще. Напоминаю, игра состоится 18 января в 19.30. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пересмотреть не только рубрику «Афиша» вы сможете на нашем сайте телеканала «Саратов-24», но и всю нашу программу. Но на наш взгляд она была довольно информативной, и некоторые рубрики позволят вам сделать вашу жизнь интересней. Ну а тем временем до нашего с Юлей завтрака остается полторы минуты, и за эти полторы минуты мы хотим с вами поделиться той информацией, которую собирали на протяжении всего этого эфира с вас, наших дорогих. Друзья, сегодня всемирный день детских изобретений и открытий, и мы решили у вас спросить на страничке ВКонтакте, что бы вы хотели научиться делать своими руками. Ну что ж, бесспорный лидер готовить вкусные десерты. Ох, тут еще завтрак скоро. 38,5% наших телезрителей проголосовали именно за этот пункт. 30% сказали, что шить – это самое незаменимое, что можно научиться делать в кризисное время. 23% сказали, что я на все руки мастера, отстаньте от меня. Ну, на самом деле, очень классно, что у нас, среди жителей города Саратова, есть еще те люди, которые мечтают чему-то научиться и понимают, что всю жизнь надо развиваться для того, чтобы быть счастливым человеком и приносить пользу не только себе, но и всему миру. А главное, что потом можете вырасти не только в учеников, но еще и в учителей и передавать из поколения в поколение. Все, ладно, друзья, там кто-то из поколения в поколение наш завтрак уже передает. Нам пора спешить. Надеемся, что ваш день сегодня будет по-настоящему незабываемым. Мы уверены, что у вас все получится. Давайте, друзья, сделайте этот вторник таким, чтобы о нем говорили все всегда и везде. Да, просыпались вместе с вами сегодня Сергей Гришнов и Юлия Астахова. Хорошего дня. И вся команда Автопилота. Пока, завтра увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok